МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан стремительно уходит в цифру. Сервисы налоговой сферы ждёт модернизация, а Национальный банк переходит на систему мобильных платежей. В Астане в четвёртый раз прошёл форум «Диджитал Арена», где были обсуждены активные темы цифровизации. Цель форума – выявление максимального количества проблемных вопросов, задач и бизнес-кейсов государственных и квази-государственных органов, а также привлечение и охват наибольшего количества отечественных IT-компаний. Форум «Диджитал Арена» – место встречи представителей IT-рынка с первыми руководителями министерств в сфере цифровизации, представителями нацкомпании и квази-государственного сектора. Это площадка, где участники рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются в процессе работы, и о том, какие цифровые пути решения приходят им на помощь. Форум «Площадка Диджитал Арена» существует для того, чтобы люди, айтишники, в том числе, мы разговариваем о цифровизации, могли прийти и спросить напрямую у курирующего вице-министра, у курирующего председателя, зампреда. Сегодня был НАЦБанк, и это говорит о том, что у них на самом деле есть большое недопонимание между пользователем, услугополучателем и услугодателем. Сегодня мы услышали на четвертой Диджитал Арене много интересных подходов с точки зрения Министерства финансов, с точки зрения НАЦБанка, которые планируются реализоваться. Но хочется, чтобы это было постоянно, хочется, чтобы это было системно, чтобы они ежемесячно отчитывались. Данный вид форума позволяет, в том числе и для самих министерств, получать обратную связь по своей работе. На следующий год мы также планируем уже выезжать в регионы, в города, поэтому действительно хотелось бы, чтобы цифровизация пошла во благо стране. Финансовая сфера сегодня особенно нуждается в хороших IT-проектах, которые позволят упростить многие процедуры, сделав их удобными и понятными для населения. Так, к примеру, одна из проблем, существующих в Казахстане, отсутствие возможности заранее ознакомиться с налоговыми обязательствами на год. Такой проект уже запускается в пилотном режиме для жителей Павлодарской и Караганинской областей. Также перед Минфином сегодня стоит задача привести в порядок все данные от госорганов, чтобы создать мощную внутреннюю систему для точного подсчета налогов. Да, вот сейчас мы взаимодействуем со всеми банками в части проверки налогов за должность. Есть такая сейчас норма в налоговом кодексе, что банки не имеют возможности, права открывать счета, если есть за должность. Соответственно, мы такой механизм проверки реализовали. Есть несколько способов проверки. Первый – это ежедневные выгрузки. Мы размещаем на нашем сайте список должников. В нем указываются только идентификационные данные и параметры, что он, должник или нет. Некоторые банки по такому механизму работают. Но у нас есть также API-сервис, по которому можно более расширенную информацию получить. То есть сколько он должен, за какой налог и так далее. Сегодня в одном из казахстанских банков уже запущен сервис, который не только предоставляет расширенную информацию по налогам, но и дает возможность клиенту оплатить за должность на месте. Этот механизм позволяет сэкономить самый ценный ресурс – время. Здесь, во-первых, есть определенные шаги, которые должны предполагать государственные органы, для того, чтобы человек мог всегда проверить, есть ли у них какая-то налоговая задолженность, и быстро эти вопросы решить. Это первое. И второе – есть круг вопросов, которые в состоянии решить банки. Потому что понятно, чтобы погасить свою налоговую задолженность, человек приходит в банк, и банки эти платежи проводят. Поэтому мы выстраиваем как раз сейчас такую систему, для того, чтобы эта информация была доступна и для банков. Придя в банк, можно было сразу, не обращаясь в госорган, решить все вопросы по наличию какой-то задолженности. Если вот эту систему выстроим, тогда человек будет возможность как непосредственно в госорган обратиться, и там будет налажен определенный оперативный сервис, доступ к информации. Как рассказали в Министерстве финансов, сегодня в разработке находится уникальный сервис для предпринимателей, благодаря которому сдача налоговой отчетности останется в прошлом. Если он подключен к ККМ, контрольной кассой машины, и в режиме онлайн передает нам информацию по всем своим продажам, подключен к посттерминалам, безналичные платежи тоже передаются, мы вот для определенной категории налогового отчетников можем в частности исключить сдачу отчетности. Потому что мы эту информацию получаем и так в онлайн режиме, и мы четко знаем, соответственно, какой у него доход, и какой у него налоговая обязательность возникает. Конечно, могут некоторые не подключаться, к ККМ это обязательно. Если он согласен, что я подключаюсь к вашему сервису, и он мне позволяет не сдавать отчеты, он, соответственно, все оглушения подписывает, мы ему доверяем, не принимаем от него отчетность, но верим ему, что он подключился в онлайн режиме, и всю эту информацию передает. Тем временем Национальный банк представил свою систему мобильных платежей, используя которую можно будет расплачиваться при помощи смартфона. Три банка уже работают по ней в пилотном режиме. Еще восемь банков подписали меморандум о присоединении к этой системе. В Нацбанке уверены, переход на систему мобильных платежей даст большое поле для деятельности казахстанских IT-компаний. Еще один проект финансового регулятора – новая система онлайн-страхования, благодаря которой страховой полис станет электронным, а также будет храниться в единой базе. Соответственно, автовладельцам больше не надо будет возить с собой страховой полис на бумаге. Ряд проектов, которые мы проговорили и презентовали, сказали, что они фактически либо уже реализованы и внедряются в практику, либо будут реализованы в ближайший год, 2019 год. Это проекты следующие. Первое – это проект по моментальным платежам, когда можно будет гражданам проводить платежи за товары, услуги, используя свой мобильный телефон по принципу 7-24. Второе направление очень важное – это электронное страхование. Оно тоже заработает с 1 января 2019 года. Это позволит нашим гражданам приобретать страховку от страховой компании, заходя на их интернет-ресурс, без необходимости обращения в офис страховой компании и без необходимости хранить страховой полис на бумажном носителе. Отдельно заместитель председателя Нацбанка остановился на системе удаленной идентификации клиента, подчеркнув, что сегодня эта функция актуальна для Казахстана, ведь многие финансовые услуги становятся недоступны из-за необходимости личного присутствия клиента при проведении операции. Сегодня используются базы данных МВД и Минюста. С этими министерствами проведена масштабная работа для интеграции баз данных. У нас есть определенный проект, согласованный с разными государственными органами, это Министерство инвестиций, Министерство внутренних дел, Министерство информации и коммуникации, в рамках которого мы такой проект предоставляем для населения бизнеса совместно с банками, для того, чтобы клиент, опять же, смог стать клиентом банка, не приходя в офис банка, или стать клиентом страховой компании, не приходя в офис страховой компании. О своих разработках рассказали и представители IT-компаний. Так, к примеру, в стране успешно работает платформа для проверки на благонадежность контрагентов, поставщиков и партнеров. Здесь собрана единая база данных всех существующих в стране компаний. Вместо того, чтобы ходить по различным сайтам, достаточно пойти на один сайт, убить название компании, за три минуты вы увидите всю информацию о них, все какие-то негативные факторы, которые могут сказаться на вашем сотрудничестве. Данный проект, он нужен в том числе малому и среднему бизнесу, крупному бизнесу, банковской сфере, всем, у кого большое количество поставщиков или клиентов, для того, чтобы обезопасить себя, какие-то риски предусмотреть. Мы начали монетизацию 1 марта этого года, до марта люди использовали бесплатно. Сейчас у нас более 5000 уже зарегистрированных пользователей, то есть просто люди, которые могут зайти, одну компанию проверить, 20, 10 компаний, в зависимости от требований. По словам разработчиков, использование сервиса – лучшая профилактика от разочарования в случае работы с недобросовестным контрагентом. Преимущество пользования сервисом в том, что вы, во-первых, экономите свои деньги в случае столкновения с мошенническими какими-то организациями. Есть очень много признаков, о которых вы, возможно, даже сами не знаете, что компания неблагонадежная. Скорее всего, если вы отгружаете им товар по предоплате, вы можете потерять свои деньги. Мы показываем эти риски. Второе – вы экономите свое время, потому что сотрудники, которые занимаются проверками, они делают это вручную и примерно тратят около двух часов времени на проверку одной крупной компании. Главное, что дает форум «Диджитал-арена» для государства – получить обратную связь и понять, в каком направлении двигаться. Отметим, что на сегодняшний день благодаря форуму в стране успешно запущены семь проектов. Субтитры создавал DimaTorzok